Всем привет! Я Анна Вишнякова из пресс-службы абаканского филиала СГК. Через пару минут мы отправимся в эко-рейт со специалистами экологического контроля. Проведем замеры воздуха в Абакане и Черногорске и заодно узнаем, есть ли экологическая угроза со стороны Абаканской ТЭЦ. На одну из точек города Черногорска уже подъехали наши коллеги-журналисты из медиахолдинга Черногорск Информ. Я думаю, мы сейчас пойдем и спросим, какие они делают ставки на замеры воздуха. Расскажите нам, пожалуйста, что вы ждете от нашего эко-рейта, который мы сегодня проводим? Хочется увидеть именно в сравнении, проанализировать, какая обстановка в Черногорске, в цифрах, может быть, как-то посмотреть, и действительно в Абакане. Где воздух будет чище? Мы надеемся, мы думаем, что в Абакане почище будет воздух. Вот, вот, нас просто подпряхивает вот в Черногорский... Проблема не только с открытием, но и с дорогами. Да, вот, вот классно, да? Вот так вот мы и ездим. Мы приехали на главную нашу эко-точку, Абаканскую ТЭЦ. Рядом с нами находится эколог наша Наталья Дулова, и она нам сейчас как раз таки все расскажет о тех мероприятиях, которые проводит компания СГК для того, чтобы снизить экологическую нагрузку на город. В нашей компании проводятся такие экологические мероприятия. Первое, это, конечно, постоянный контроль выбросов загрязняющих веществ от дымовой трубы. То есть это как визуальный контроль, контроль инструментальной замеры, и мы также ежесуточно следим за режимом работы котельного оборудования, режимом горения топлива, что позволяет нам контролировать, анализировать и снижать выбросы атмосферный воздух. В основном в городе Абакане и в ближайших районах применяются угли местных разрезов. Показатели качества у них чуть хуже, чем тот уголь, который применяем мы на станции. Все слышали, да? Все подключаемся к Абаканской ТЭЦ! Район автовокзала в Абакане считается самым оживленным местом в городе. Здесь довольно многолюдно. По моим предположениям, показатели бицепирена здесь должны просто зашкаливать, и Абаканская ТЭЦ здесь будет явно ни при чем. Мы сейчас узнаем у независимого эксперта, так ли это на самом деле. Олег Владимирович, сегодня мы побывали на шести точках, где проводили замеры. Четыре точки в Абакане и две точки в Черногорске. Вы можете рассказать, почему именно их мы выбрали для нашего экорейда? Когда мы выбирали эти точки, мы хотели в первую очередь отследить различные источники загрязнения, которые влияют на атмосферный воздух в городах Абакане и Черногорске. Отопительные приборы частного сектора, это выбросы автотранспорта, ну и конечно выбросы те, которые выбрасывает Абаканская ТЭЦ. Результаты показывают, что в принципе превышений норм ПДК нет, но отдельное колебание концентрации существует. Людям нужно знать о том, как обстоят дела с воздухом в городах? Или это лишняя информация? Зачем расстраивать людей? Я думаю, кто предупрежден, тот вооружен. Конечно, должны люди знать ситуацию. Вырабатывать мероприятия, которые будут направлены на охрану окружающей среды, повышение экологической безопасности. Наш экологический эксперимент подошел к концу, а значит самое время подвести итоги. Экспертные данные показали, что частота воздуха зависит напрямую от источника тепла. Специалисты подтвердили, что пробы воздуха в районах с печным отоплением и близкотельных оказались гораздо хуже, чем с отоплением центральным. А в центре обоих городов главным загрязнителем воздуха выступили бензиновые выхлопы. Вас просвещала Анна Вишнякова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok